Доброе утро, дорогие друзья! Итак, закончена книговая икра, и мы с вами на пороге праздника уже дарования Торы Шивот. И получается, что три пятых своей жизни в этом году мы уже прожили. Раби Барух из Меджибуша говорил, что перед Шивотом человек должен трепетать больше, чем перед Рошашана судом, потому что в Рошашана выносится приговор человеку на его материальность, на его, то что он называл, штикель-булка, сколько он получит материально в этом году, в то же время как в Шивоте определяется духовная жизнь человека, его взаимоотношения с духовным миром, наше взаимоотношение с самым главным на Земле, с Торой. Поэтому это действительно большой-большой-большой праздник. И в благословениях на Тору мы говорим «дарующий Тору», мы не говорим «даровавший Тору». То есть она все время, как мы этого не видим, она все время нам даруется на том уровне, на котором мы в состоянии, ну и хотим принять. И в последней главе нам не зря говорилось о благословениях и противоположностях этому. Завершая книгу «Воекра», написали наши мудрецы, что Тора определяет результат нашего выбора. И при этом пагубность следствий наших ошибок не всегда для нас очевидна. Нам кажется, ну а что там-то. Но вот эти вот специально нам все это рассказывается, цитаты, это предупреждение о тяжести последствий за непослушание. О тяжести последствий за непослушание. Нельзя потом говорить, что я этого не знал. Знаете, да, действительно пророчества очень тяжелые. Очень тяжелые и очень сложные. Но на примере Йова знаменитого, да, мы знаем одну важную вещь. Когда Бог послал Йова в Невею сказать ей, что она будет перевернута, она потом, люди раскаялись и все было нормально. И Йов очень расстроился. Йов ему переживал, он же сказал, что ты меня вызовешь дураком, я получаюсь, я иду, люди все сказали, ничего не произошло. Но и объяснил ему Бог очень интересную вещь, что Йов не понимал главное пророчество. Если пророчество удалось, если сбылось все эти ужасы, которые рассказывает пророк, значит пророк неудачный, значит пророк не смог донести до людей. Пророчество самое идеальное, когда оно не сбывается, когда люди поняли, очнулись. Вот перед нами сегодня выбор, мы можем все еще очнуться, перед нами пророчество есть. Но все зависит от нас. И это нам говорится в этой главе, это самое главное. Недельная глава, которая завершает книгу «Во экран», она подчеркивает еще важнейшую составляющую нашей жизни. Ответственность за данную нам жизнь. Именно установление вот этих жестких рамок, дозволенного, недозволенного, дает свободу выбора. Принятие ответственности как следствие соблюдения или несоблюдения законов, это и есть путь кверху. И вся извилистость вот этой вот нашей истории показывает одно, преимущество прямоты. Поэтому нам всегда надо помнить, вот что было, какая история, как у моряков, да. Если вы всегда будете находиться, написано, когда вы видите, вот там плохо, там кто-то нападает, там написано, Израиль всегда будет находиться в кольце таком империи недругов. Для чего? Они всегда, кстати, будут написаны крупнее, сильнее вас. Вы всегда будете язвимы перед засухой, там в отличие от там Нила, где там и так далее. Почему? Потому что, знаете, даже неверующий Бен-Бурен все это объяснил. Он сказал, в Израиле нужно верить в чудеса, чтобы быть реалистом. Вот так и нам с вами. Да, мы что-то видим не так, нам кажется, что-то не здесь. Надо верить в чудеса, чтобы быть реалистом. Вот и все. Перед нами шаббат. Последний шаббат, вот недельная глава его икра. Вот вы никогда не задумывались на эту интересную вещь? Ведь сказано, что и завершил Бог в седьмой день деяния свои. То есть все завершил. Вот рядышком написано, и почил в седьмой день от всего. То есть давайте разберемся. Никто не задумывался. Если работа по сотворению мира была завершена на седьмой день, тогда седьмой день один из дней сотворения. А если на седьмой день отдыхал Бог от всего, то получается, что у него на сотворение мира ушло шесть дней, а не семь. А седьмой день это отдых. И вот наши мудрецы объясняют, чего не хватало миру после шести дней творения. Отдыха. Отдыха с наступением, с субботы наступил отдых. Отдых это явление божественное и духовное. И он тоже сотворен, отдых. Потому что он отделен от природы, от материального. Но он является частью природы, но совершенно другое. Нигде в мире не было сказано, что надо отдыхать какой-то день. Рабы вообще никогда не отдыхали. Вот и нам надо в этот шаббат, как и в любой другой, вместе идти за Богом. Что такое идти за Богом? Создавать какие он. Что значит создавать? Он создал шестой день отдыха. Давайте создадим такой день, атмосферу этого дня. Вокруг себя, чтобы он резко отличался от всего остального. Чтобы нам было сказать, о, вот это вот день отдыха. И вот тогда мы выиграли все. Гран-при. Браховый от слоха. Всего самого-самого лучшего.